Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Басан Захаров, я возглавляю Центр развития современной ирадской культуры Тенгрину и Дю, являюсь основателем музея «Уникальная Калмыкия», и с сегодняшнего дня мы начинаем цикл передач о нашей истории, о нашей культуре. Присоединяйтесь, буду рад вас видеть на канале ЗАМ онлайн и на своем канале Басан Захаров. Уважаемые земляки, анализ развивающихся на протяжении последних несколько лет ситуации в регионе приводят к выводу. Мы наблюдаем удручающую картину угасания жизни великого народа, его уникальной культуры и исторической памяти. Существует множество статистических данных по показателям роста миграции и криминала, снижения экономики и степени владения языком и так далее. Однако действительность говорит сама за себя. Некогда глубинные процессы стали осязаемыми, видимыми, понятными тем, у кого есть глаза, уши и самые минимальные аналитические способности. Когда-то великий этнопедагог Геннадий Никандрович Волков вывел замечательную формулу сохранения либо исчезновения народа. Без исторической памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, а без духовности нет личности. Без личности нет народа, как исторической личности. Эта формула верна, доказана самой историей. Я хорошо помню, как советская власть нас учила, что жизнь калмыцкого народа до революции – это беспрерывная цепь страданий. Как нас заставили поверить в то, что мы потомки ничем не выдающихся предков, а истории деяний десятков и даже сотен поколений сплошной мрак, недостойные излучения и даже внимания. Неудивительно, что калмыцкая культура постепенно становилась в общественном понимании маргинальной. Национальные ценности приходили в оппозицию с коммунистической идеологией и выбрасывались за ненадобностью. Большую роль в падении морали сыграл геноцид калмыков в первые 40 лет большевизма. Калмыки получили серьезнейшую психологическую травму. Старшее поколение перестало транслировать традиционную мораль, принципы и ценности национальной культуры, а младшие поколения целиком и полностью стали воспринимать чуждые ценности как свои собственные. Свои герои были забыты, стали восприваться герои чужие, некоторые из которых уничтожали калмыков. Восприятие действительности стало происходить исключительно через призму советской, а затем и российской идеологии. Так случилось, что в постсоветское время во главе республики оказывались и до сих пор находятся этнические маргиналы. Вследствие их, вполне осознанной антикалмыцкой политики, значительная часть соплеменников оказалась рассеянной по всему миру. А этническое самосознание на грани полного исчезновения. Один пример. Абсолютное большинство родителей желает своим детям уехать из республики. Такая покорность судьбе, нежелание менять жизнь на родине, создавать условия для себя, сокращает жизнь наций до всего лишь одного поколения. В течение последних ста лет особое давление сначала большевиками, а затем уже самими калмыковыми маргиналами оказывалось на национальную мораль. То, что для айратов было подлостью, предательством, крайним падением нравов, безумством, стало возноситься как должное и необходимое. Сегодня среди калмыков есть полностью этнически маргинализованные люди, утверждающие, что бить толпой одного – это нормально, общаться матом – нормально, обманывать и воровать – обязательно. Можно бесконечно продолжать этот ряд морально-психологических безумств. Сегодня мы пришли к тому состоянию, в котором калмыцкий этнос стремится к смерти. Обман, воровство, убийство, массовая миграция, бездарности во власти – прочие так называемые калмыцкие варианты – это разные формы суицида. Нация не может исчезнуть в одночастие. Отсюда такое многообразие форм и методов национального суицида. Справедливости ради замечу, народ довели до состояния самоубийства. Его прямой вины в том нет, но важно признать – мы у финальной черты. Поколению ныне живущих предстоит выбирать путь, по которому двигаться дальше – путем смерти или все-таки жизни. Нам не осталось возможности переложить решение этого вопроса на следующие поколения. Его у нас, как у нации, нет. Дети массово уезжают. Обратно возвращаются лишь единицы. Мы не можем переложить ответственность за будущее народа на власть. Ее попросту нет. Чиновничество всех рангов, за редким исключением, – это проводники скорейшего национального суицида. В обмен на призрачные привилегии, семью награды и плюшки, увы, они это сегодня делают. Друзья, выбор у нас один. Либо осознаем критическое положение и начинаем выбираться сейчас, либо окончательно сойдем с исторической арены, уступив место более сильным народам. Уже в ближайшие 20-30 лет. При жизни большинства современников, как это ни странно. Возможно, мои слова и выводы кого-то ранят или даже оскорбят. Однако смертельному больному пациенту лучше озвучить диагноз сразу. Осознав свое положение, он успеет сделать важные вещи в своей жизни. Нация – не человек, и процесс умирания можно обратить вспять. Для этого тем, кто осознает себя носителем айратского духа и культуры, пора выходить из спячки и выбрать жизнь. Следуя формула Геннадия Никандровича Волкова, нужно восстановить память о своем прошлом, вернуть из небытия десятки поколений предков. Они должны ожить их деяния, принципы и ценности, взгляды на мир, вышвырнуть навязанные советами представления о себе, как о маленьком народе, от которого ничего не зависит. Увидеть могучий ресурс жизни в себе, в своей собственной истории, в своей уникальной и удивительной культуре, о которой мы почти ничего не знаем. Мы сможем. Есть в народе жизненный и творческий потенциал. Огонь в очаге нации не угас. Я увидел этот огонь на митингах прошлого года. Давайте поддержим его. И для этого я возобновляю свой канал на ютубе. Он так и называется – Басан Захаров. Начиная от два больших цикла «99 уникальностей Калмыкии» и «Калмыкия и Россия. История партнерства». Мы с вами пройдем исторический путь Айратов с момента прихода на Волгу. Разберем воров, стереотипов и фейков, белых пятен в калмыцкой истории. На мой взгляд, история Айратов с одной стороны невероятно увлекательна, но с другой стороны наиболее заидеологизирована и потому упрощена до примитивизма, фрагментирована на какие-то кусочки и оттого бессвязна, увы. В официальной истории никоим образом не указывается роль Айратов в становлении и развитии российского государства. А ведь не раз именно Айраты спасали страну от неминуемого краха. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов.